Привет всем! Вот наконец-то мы и добрались до группы The Wormant. Я когда-то на рубеже 7-8 года искал, какие же группы играют самый тяжелый металл. И тогда на многих тематических группах, пабликах советовали, причем массово, всего две группы. The Wormant и Disgorge. Причем Disgorge не тот, который американский, а тот, который мексиканский. И его альбом Forensic. Так вот, я тогда помню, кое-как разыскал в инете альбом The Wormant Molesting the Decapitated и Disgorge Forensic. И The Wormant прямо идеально мне зашел. Такие жирные, густые там рифы с кашей, с жиром да с маслом. Меня просто порвали. А вот Disgorge Forensic на самом деле это такой альбом, в котором ноль тяжести. Но при этом вокруг него создан некий культ свидетелей тяжести Forensic. На самом деле тяжести в нем нет. В одном из грядущих видео я разоблачу этот альбом. Да, так как я наблюдаю уже не первый год, что вокруг него создана секта адептов Forensic. И они прямо даже утверждают, что это самый тяжелый альбом в мире и это даже не обсуждается. Нет, это обсуждается, еще как обсуждается и разоблачается. Но сегодня о The Wormant. Позже я купил этот альбом на фирменном компакт-диске. Но купил я не Первопресс, а купил я альбом Molesting The Decapitated в составе компиляции 2004 года. Очень странно устроено расположение. Положение песен, потому что обычно всякие бонусы добавляются в конце альбома. А здесь наоборот. Первые четыре композиции на этой компиляции под названием 1, 3, 8. Это демозаписи. А уже начиная с пятого трека и по двенадцатый уже идет альбом Molesting The Decapitated. Почему я выбрал именно это переиздание, а не Первопресс? Потому что здесь звук ремонстрировали и его улучшили в более такую жирную сторону. Бас здесь звучит жирнее. Ну и в целом звук нажористый. Т e m Т e j Нажористость, я напомню, это степень глубины и атаки нижних частот у инструментов. Про нажористость подробнее в прошлом видео есть у меня. Компиляция сделана с буклетиком. В буклетике есть все их тексты. Можно почитать, кто хорошо знает английский. В составе тогда были Брэд Финчер на ударных, Рубин Розес, вокалист, Кевин Кларк на гитаре, Брайан Уэйн, тоже на гитаре, Майк Маевский бас и Уэйн Кнап, который позже скончался, он был на вокале. Получается, это одна из тех редких брутальных групп, у которых сразу два вокалиста. Было Уэйн Кнап и Рубин Розес. Я вам рекомендую этот альбом Malesting the Decapitated слушать именно на переиздании под названием 138. Тоже странное какое-то название, почему бы не назвать Malesting the Decapitated плюс бонус. Какое-то странное, на мой взгляд, решение. И обложку они почему-то немножко переделали. А про обложку, наверное, все знают, как они там в морг поехали к своему знакомому, который предварительно усадил этот безголовый труп. И они его сфоткали. Это как раз пример того, что для изготовления крутой обложки не обязательно нанимать какого-нибудь арт-директора и платить ему деньги. Вот можно фотик взять или вон как это. Мейхемовцы сделали. У них там кто-то застрелился. Евронимус, что ли, или кто там. А, Дэд. Дэд. И мозги у него все растеклись. Так что сделали участники группы? Они сфоткали это и потом использовали эту фотку как обложку. Брутально, да. Дешево ли обошлась такая обложка? Ну, за пленку только пришлось заплатить. Так вот. Девурминт на первом альбоме продемонстрировали просто на тот момент один из самых тяжелых саундов. Я не знаю, у кого в 99-м году было тяжелее. Наверное, только у Найла. Ну, я имею в виду из Брутал Дэдовых коллективов. Брутал Дэд тогда вот в конце 90-х тяжелее всего играли Найл и Девурминт. Здесь рифы, конечно, не очень четко очерчены. Они такие не сильно контурные, не сильно огранены контурами. Они такие размытые, но в них вот эта вот тракторно-бульдозерная мощь. Они прям копают, как говорится, глубоко по низам. Но далеко не так глубоко, как позже нам продемонстрировали некоторые индонезийские коллективы. Но на тот момент это была настоящая инновация. Такого звука с такой подачей еще никто не делал. Да, были там определенные качевые моменты и на альбомах Sufocation 91-го года и 95-го. Но Девурминт были первыми, кто сделал ставку на постоянный кач, который сменяется резкими брэкдаунами, точнее вот этими всеми ускорениями с молодьбой. Здесь структура композиций проста. Идет, значит, качевый момент, потом резкое молотильное ускорение. Далее снова кач. Этот кач может смениться еще одним, но более медленным качем. После чего наступает взрыв вот этой вот маслянистой жирной гущи. И прямо она аж выпирает. Вокал очень порадовал. Был тут такое унитазное бульканье, как у сливного бачка. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Такой унитазно-выбулькивающий вокал. Не знаю, как еще получше его описать. Второй их альбом. Его на компакте не смог раздобыть по приемлемой цене. Ботчер Зе Вик вышел в 2005 году. И тот альбом получился тоже весьма кашеобразным по своему звуку. Но там добавили больше скорости. Он прямо стал таким пробивным. Сделали даже еще больше акцент на ударных. В сторону такого ударно-ориентированного Brutal. Но тем не менее, это не ударно-ориентированный Slumming Brutal Dead. Там в равной степени мощно высекают все инструменты. И бас-гитара, и гитара, и ударный, и вокал. И в Бутчер Зе Вик прямо местами, по время ускорений, ударные начинают даже немного доминировать над гитарой. В результате возникает впечатление забивающихся в землю свайб. Бутчер Зе Вик. И это прям буквально вколачивает тебя в стенку, если ты, например, будешь этот альбом на поленных колонках слушать. Да и в наушниках там тоже эффект, вибрации, все это есть. Но они немножко обезжирили гитару, но при этом сделали упор на такие прерывистые удары. Они поняли, что если между риффами делать какую-то паузу, такую вот огранку делать риффом, то альбом будет восприниматься более ударным. Кстати, эту фишку используют многие киношники. Вы, например, не замечали, что во многих блокбастерах, ну, например, в тех же трансформерах, перед каким-нибудь там ударом одного трансформера там в морду другому, у нас звукорежиссер, да, делает паузу такую в кино, и такой звук немножко становится тихим, таким приглушенным, таким как бы уходящим в тишину, таким... Субтитры создавал DimaTorzok Чем ценность паузы? В чем она заключается и в кино, и в музыке? Ценность паузы заключается в подчеркивании мощи риффа, ну, или удара, или взрыва, если мы говорим о кино. И вот на втором альбоме, да, будь чердовик, вот решили они больше сделать акцент на четкую контурность риффа, чтобы прям вот этот удар лучше чувствовался, да, А то, когда контур риффа не четкий, когда он размазанный, то, да, может быть глубокий бас, гудеть, бубнеть, но ударности не будет. А зачастую менее басовитые композиции, но которые разделены, пускай даже минимальными паузами, но воспринимаются более ударными. И вот эту фишку они развили на своем третьем альбоме «Unleash the Carnivore». Да, про второй, блин, будь чердовик, я еще скажу, что они решили его переиздать с более разборчивым звуком и более разборчивым вокалом, с желтой обложкой. Вот это издание я не рекомендую, там зашкал, там меньше жира на самом деле. А по разборчивости он не отличается почти что от оригинала. И вот переходя к третьему альбому, да, я уже сказал, что здесь тоже сделана ставка на его ударность. Здесь риффы уже не такие размазанные, как на первом альбоме. Они имеют более четкую огранку. Да, соответственно, вот эта микропауза между риффами, микропауза также между ударными, которые работают синхронно с риффами. Прямо сведение очень четкое получилось. Они дают вот эту самую ударность. Вот почему этот альбом, хоть он и не такой жирный, как дебютник, но он воспринимается как более ударный альбом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он прям высекает там кости из-под земли, когда забивает свою сваю. Земля содрогается, как говорится, так, что аж все гниющие кости из нее вылетают. Да, здесь вот они упомянули ушедшего Уэйна Кнапа. Также это издание содержит необычный буклет. Он выполнен в виде плаката. Вот можете приобрести это издание и потом такой плакатик повесите на стену. На обратной стороне тексты. Я в свое время на Койот Рекордс покупал. У него были все альбомы Девармент. Ну, может быть, кроме Батчерзовика оригинала, который с синей обложкой. Напомню, что с синей обложкой Батчерзовик звучит лучше. И вот этот альбом, он по сравнению с Батчерзовик, более разнообразный. Здесь уже Девармент стали отходить от стандартной схемы и внедрять в свои композиции несколько ломаные структуры. Здесь они после ускорения уже могли не качевую вставить, не качевая отрезок, а могли, наоборот, еще большее ускорение. После чего они чуть замедлялись. Потом снова может идти ускорение, только потом кач. То есть здесь такая уже более ломаная структура композиции. Здесь уже нам, в отличие, например, от дебютника и в отличие от первых двух альбомов такой группы, как Эпика в Диктоме, здесь уже нам сложно предсказать, а что будет через две секунды, кач или ускорение. Этот альбом более непредсказуем. И Девармент, к сожалению, на своем четвертом альбоме, там где канализация, Концевит Инсиваш, вроде называется, там они уже отошли в сторону от жирности звука, добавили элементов техникал Брутала, но вот они потеряли там свои забивательности. Вот на этом альбоме прямо очень хорошая своя забивательность. А на четвертом альбоме этой своей забивательности уже, увы, нету. И какого-то особо жирного саунда тоже нет. Так же, как и на их пятом альбоме. Увы, но Девармент после замечательного третьего альбома сдулась. Так же у третьего альбома, Англиш Закарнева, есть еще одна особенность, что здесь звук сделали таким апокалиптичным. Добавили реверберацию и добавили хорошую широту сцены. Здесь реально уже звук звучит не так узко, как, например, на первых двух альбомах. Хотя там он не очень узкий по сцене. А здесь реально стереозона более широка, звук он более обволакивающий. Он как бы идет вот со всех сторон, с такой еще заметной реверберацией. И он имеет такой очень мрачный, апокалиптичный характер. Это вот то, например, качество, которого не хватает многим другим слэминг-группам современным, которые, во-первых, и жир-то особого не делают, во-вторых, они не делают упор на такую мрачность звучания и на широту сцены, чтобы аж вот эта мощь перла как бы со всех сторон. И тебя не только вот из узкого какого-то пространства, да, а вот чтобы прямо вот со всех сторон бух-бух-бух-бух-бух-бух вот эти вот сваи забивались. И еще об одном альбоме, о котором я хотел вам рассказать, это альбом хороших учеников The Warment, это группа Digested Flash, альбом Answered to Infection. Почему я называю их учениками The Warment? Ну, они многие фишки у них переняли, но The Warment это капитаны, вот они капитаны слэминг-брутал-дэта. Они первые были, кто указал новое направление, новый курс на новый поджанр брутал-дэта. Они как капитаны сказали, все, плывем туда, в сторону слэминга. А Digested Flash, они послушались и стали тоже рубить слэминг. У них звук такой, знаете, тоже пробивной, но он более сухой, он такой посушенный, бас такой упруген. Но в целом этот альбом, он весьма нажористый. А что касается оценок, то Molesting The Decapitated я за нажористость ставлю, ну, 8 баллов, наверное. А за слэм скорость я ему поставлю семерочку. Второму альбому Batchers the Week за нажористость я поставлю на 1 балл поменьше, 6 баллов, но скорость там побольше. Слэм скорость на Batchers the Week это 8 баллов. Это очень уже быстрый слэм. Здесь тоже слэм быстрый. За нажористость я этому альбому ставлю тоже 7 баллов. А за слэм скорость я ему поставлю, пожалуй, 8. Вот так. Значит, сегодня вот рассказал я вам про 4 альбома, да, про The Wormick, наверное, прямо очень подробно постарался объяснить, да, немножко про Digested Flash. Также грядут новые видео, наконец-то выйдет третья часть по old school death metal альбомам, о которых мало кто слышал. Первые две части уже есть на канале. посмотрите их. Также будет, ну, видео о разоблачении альбома Disgorge Forensic. Вот. И будет еще много каких убойных вещей. Также готовится очень большой, объемный материал по творчеству Halloween. Будет анализ творчества этой группы. и не только их композиции, но и текстов. Больше я не могу умалчивать об этой группе. Это невозможно сделать, поэтому держите меня семеро. И всем до новых встреч. В эфире был Дикий металл. Дикий металл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА